Прошедшая зима была очень снежной И к моим любимым соседям пришла на огород беда Старый любимый парничок сложился и пришлось его ликвидировать Вот то место где он стоял А это остатки после того как Володя его разобрал Мы посовещались и пришли к мнению Что в этом году они парник ставить не будут А мы проведем на их территории эксперимент по мини парничкам И будем в них выращивать огурцы и помидоры Есть у меня подозрение, что в результате придем к выводу Что парник можно и не ставить Как мы это будем делать, сейчас вам подробно расскажу Первое что мы сделали, это вынули землю из старой грядки Выровняли площадку для того, чтобы услать геотекстиль Землю далеко не откидывали, потому что потом ее используем для засыпания наших мешков На дно этого небольшого котлована подготовленного укладываем геотекстиль Чтобы сырники у нас потом не пробивались, не росли И используем старую раму старого парника, деревянную Для того, чтобы этот геотекстиль закрепить Очень удобно это делать с тыплером Быстро и практично Вот пожалуйста Чпуньк Чпуньк и готово Готовые каркасы мешков для выращивания Расставляем на постеленный от сорняков геотекстиль В первых трех мешках мы будем выращивать огурцы Поэтому делаем из них высокие теплые грядки На дно мешка укладываем собранную весной сухую траву Теперь в эту траву добавляем перепревший или свежий конский навоз Тщательно все это перемешиваем И тщательно проливаем Проливать нижний слой лучше раствором воды С ускорителями компостирования Такими как Байкал М1 Сияние Можно даже использовать Средства для септиков И компостных куч Нижний горячий слой у нас готов Теперь наши мешки будут работать как реактор И можно засыпать теперь землю Когда засыпаете в мешке землю для посадки огурцов Оставляйте немного места для мульчирования Плюс у вас еще земля немного осядет Так как вы делали нижний горячий слой из сухой травы Грядка для посадки огурцов готова Застилаем укровенным материалом вторую половину нашего подиума И ставим мешки для выращивания томатов Как такие мешки делать Вы можете посмотреть в ролике Который расположен в правом верхнем углу Такие мешки или емкости Идеально подходят для выращивания томатов Для начала на треть засыпаем плодородную землю На треть мешка Это у нас будет подушка Для томатных саженцев Томаты в мешки сажают следующим образом Ставят корневую систему рассады Вот на эту землю Которая примерно на уровне третьей мешка Постепенно обламывая листья Начинают подсыпать Чтобы можно было подросшие томаты подвязать Мы установили в мешки вот такие воротца деревянные Буквы П Внутри мешков устанавливаем экраны аквариума Из оцинкованной сетки и стрейч-пленки Как их делать Как обматывать цилиндры из сетки стрейч-пленкой Сейчас я вам покажу Сейчас мы вам покажем Как удобно наматывать стрейч-пленку На цилиндры из сетки Когда вы делаете экраны защитные Ну вот, пожалуйста Мы зафиксировали стрейч-пленку скрепками крокодильчик Можно это сделать и простыми скрепками И начинаем вращать не стрейч-пленку А сам цилиндр из сетки И она совершенно спокойно, замечательно, ровненько ложится На этот цилиндр из сетки Посмотрите, как это делается Рулон под своей тяжестью пленку натягивает Когда один оборот сделан Скрепки крокодильчики Снимаем И продолжаем наматывать второй оборот Два оборота Совершенно достаточно Подписчики меня спрашивали Сколько оборотов сделать Ну вот, два оборота совершенно достаточно Вот так Если защитный экран шире, чем стрейч-пленка Надо будет еще сделать одну намотку Вот посмотрите Также фиксируем скрепками крокодильчиками И наматываем ту часть, которая стрейч-пленка не укрыта Не прошло и пяти минут А защитный экран у нас уже готов Вот такой он Мы строили, строили И, наконец, построили Вот такую альтернативу Заломанной теплице Попробуем вырастить огурцы и томаты В таких вот мини-парничках У нас в Питере Первомайские праздники Было страшное холодище, ветра Поэтому сажать ничего не стали Сейчас немножко потеплеет И обязательно посадим И огурцы, и томаты А как это будет происходить Я обязательно буду рассказывать В следующих выпусках дневника Мешучника Старую тепличку, конечно, жалко Но новая из поликарбоната Стоит недешево Все материалы, которые мы использовали Для изготовления шести мини-парничков Стоит недорого И я надеюсь, что и урожай на той же площади Мы получим не меньше, чем в старой маленькой теплице Томаты и огурцы Питерцы обычно в открытом грунте не выращивают И у меня опыта пока тоже нет Поэтому ворота из реек для подвязывания Сделали по высоте с запасом Неизвестно, как в таких аквариумах Поведут себя даже детерминатные сорта томатов и огурцов Которые планируем посадить Эти деревянные рамки Также не позволяют ветру Унести наши защитные экраны У которых достаточно большая парусность Но совершенно не мешают Снимать их для обслуживания растений Шляпная резинка Надежно фиксирует белые шапочки Из укрывного материала И первомайские ураганные ветра Наша конструкция с честью выдержала Если начало нашего эксперимента Вас заинтриговало И понравилось Поднимайте большой палец вверх И подписывайтесь на мой канал Сад и огород в мешках Огромное спасибо соседу Володе За поддержку идеи И помощь в подготовке сюжета Продолжение следует Спасибо за просмотр И до новых встреч